всем приветики я хотел бы показать вам что делать если у вас видео отстаёт от звука зачастую такое происходит если вы записываете видео как я через мобильный телефон потому что мобильные телефоны в основном все пишут видео с переменной частотой кадров к примеру вот вот он видеофайл записанный мобильным телефоном и у него частота кадров непостоянная вот 30 fps непостоянная переменная то есть там fps прыгает от 12 до 30 кадров в секунду то время как у аудио частота кадров постоянная вот такая 46 кадров в секунду соответственно из-за этого получается разная длина видео и аудио дорожки к примеру вот оно видео добавлено в sony vegas если увеличить дорожку на которой лежит видео можно увидеть что вот оно сверху видео а снизу аудио и видно что у аудио дорожки длина меньше чем у видео дорожки потому что видео в какую-то секунду имеет 12 кадров в какую-то 30 кадров соответственно она где-то мой меньше где-то больше и поэтому получается так что она длиннее чем аудио из-за этого происходит раз синхронизация звука с видео получается звук идет быстрее чем видео потому что вот она видео длиннее и в данном в данной ситуации у вас есть два варианта решения проблемы либо автоматически через конвертер то есть вы просто добавляете видео в конвертер указываете выходные параметры и на выходе у вас получится видео файл в котором уже не будет рассинхронизации потому что конвертер сам подгонит звук под видео и ну там все будет нормально но конвертер обычно портит видео после конвертера качество видео получается хуже там либо ну само видео получается некачественным либо там картинка уже немножко нету не того цвета получается в общем я не нашел нормального конвертера но из тех которыми пользовался ни один мне не понравился и поэтому я все это делаю вручную через сам сони вегас для этого ну к примеру для начала я могу вам показать что видео действительно рассинхронизировано что вы почувствовали разницу примеру вот я поставил маркеры на которых видно что видео рассинхронизировано к примеру вот я ложу кулер на стол вот вот слышно слышно был удар хотя он еще не лег на стол вот теперь слышно шорханье по столу хотя она только сейчас будет дотрагиваться до стола и вот дальше просто шоу без звука вот здесь оно должно было шорхать потом здесь вот ну здесь вот плохо заметно на втором маркере а вот тут они большие и прямо вот слышно было шорхнула по столу а дальше без звука а вот тут они а вот тут они большие а дальше без звука по столу протерлась то есть оно было шорох должно было шорохнуть в момент дотрагивания по столу а вот тут вот потом здесь слышно было слышно было звон отвертки хотя она у меня еще в руках а дальше вот она просто ложится на стол без звука потом здесь я приклеиваю наклейку и она падает вот слышно уже сейчас слышно стук падающей наклейки хотя она еще у меня в руках ну то дальше она падает без звука типа вот все упало без звука вот вот прямо сейчас вот слышно был щелчок это упала наклейка а потом она просто без звука без звука ложится а теперь когда вы уже увидели что видео действительно отстаёт от звука то есть сначала этот звук падающей наклейки а потом в видео видео наклейка падает что мы сделаем переходим в конец видео видим что у нас рассинхронизировано все далее нам нужно разгруппировать ну отделить аудио от видео потому что сейчас они соединены если мы начнем делать что-то с аудио это будет происходить изви и с видео поэтому мы разгруппировываем нажимаем правой кнопкой мыши на аудио переходим на пункте группа и нажимаем удалить из либо можно можно сразу нажать на вот эту клавишу английскую у и она у вас разгруппировать все видно что уже видео отделилась после чего наводим курсор на край аудио дорожки и удержим control и видим что у нас появилась волнистая линия растяжения по времени и дальше не отпуская control тянем то есть растягиваем аудио подгоняя его под видео таким образом мы замедляем ну растягивая мы его замедляем и соответственно чем больше у вас длина тем у вас сильнее будет то есть вот у меня видео длится 22 минуты и рассинхронизировал рассинхронизировано она вот по выделению видно что она рассинхронизирована на 160 миллисекунд соответственно растянув аудио на эти 160 миллисекунд это будет незаметно но если у вас там видео длинное например на час и она там рассинхронизируется на больше там на несколько секунд на 5 секунд например то когда вы растяните аудио у у вас уже может быть это заметно что ну аудио получается замедлится и уже будет слышно что например что вы будете говорить медленно ну я к примеру вот о чем говорю если растянуть аудио очень сильно сторону а другую на если сильно растянуть что это будет заметно она будет прям слышно замедлил а так вот а сервис тянуть не сильно то я думаю даже если на пару секунд секунд там 5 10 растянуть это не будет сильно заметно вот если там на секунд 30 тому то это уже прям слышно будет как замедлилась аудио ну и вот теперь можем обратно пройтись по тем же маркером и послушать что произошло вот стука и только тогда как когда-то доторванулась до стола удар шорханье вот все правильно дальше здесь а вот вот шорохнула в тот момент когда по столу прошлось здесь вот дзинка нет когда уже уберешь уберешь паяльник когда уже упала на стол и наклейка вот она стукнула только тогда когда уже упала на стол а в прошлый раз она находясь здесь уже стукнула вот то есть теперь теперь звук стал правильный таким образом вы можете подогнать в конце растянув звук под длину видео вы можете сделать их длину одинаковым и звук станет правильным к примеру вот снизу это оригинальное видео а сверху уже растянутая и теперь мы слышим что звук стал звучать правильнее таким образом через new yegas можно подогнать аудиодорожку под видео дорожку и звук станет синхронизированным хотя не всегда такое бывает что дорожка отстает бывает растягиваешь в конце ничего нету а звук отстает но на этот случай я тоже записывал видео отдельное там я тоже рассказывал что можно сделать но но зачастую это помогает когда видео небольшое если если видео у вас очень длинное то вряд ли вам можно ничего уже и не помочь на самом деле но конвертер по идее может помочь просто и у меня такого не было я такие длинные видео не записываю уже на уже убедился что лучше всего записывать видео короткими кусочками но если у вас вы знаете что переменный битрейт и из-за этого будет рассинхронизироваться то минут семь-восемь записали остановили новую новое видео начали а потом на монтаже все эти кусочки склеить и потому что если вы не будете останавливать видео а запишите одним куском допустим 40 минутам час то все равно вам потом придется что-то делать видео потому что у вас из-за переменного из-за переменного фпс рассинхронизируется звук и вам все равно придется заниматься монтажом так проще так проще на монтаже просто наложить кусочков по 7 минут и отрендерить их в готовый файл чем потом сидеть еще их подгонять друг под друга все равно же вам придется ну как бы добавлять то есть у вас звук будет более правильный чем короче видео тем меньше будет слышна рассинхронизация или и вообще не будет мы просто вы просто соедините кусочки все его и вам у вас звук правильный а так у вас может так получиться что вам даже это все не поможет и но если там прям сильно большая длина вот так что если есть возможность у вас например может быть в телефоне у меня нет такой возможности в телефоне выбрать чисто чистоту кадров и ну переменную или постоянно если у вас есть то пишите с постоянно если у вас видео и аудио будет идти с одной частотой то никакой же синхронизация вас никогда не будет ну а на этом все всем пакедова